Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня разберем, чем отличается Redmi K30 от Redmi K35G. По сути, мы будем сравнивать глобальную версию от версии для Китая. Версия для Китая это 5G, а версия для глобального рынка это, по сути, Xiaomi Mi 10T. Конкретно, чем они отличаются, все подробности, друзья, в одном видео, все моменты я собрал. И даже отдельным цветом я буду выделять фишки, которые именно отличают один аппарат от другого. Чем один выгоднее, чем другой выгоднее и так далее. Не забывайте, друзья, о конкурсе. На этом канале проходит конкурс. Разыгрывается телефон. Все подробности, друзья, в описании под этим видео. Там есть ссылочка на видео с розыгрышем. Там вы дойдете все подробности розыгрыша. Условия очень простые. Лайк видео, подписка на канал, любой комментарий, подписка на телеграм-канал и досмотрите видос до конца. В общем, условия очень-очень простые, друзья, для получения халявного телефончика. Так что проходите и участвуйте. Ну а сейчас мы переходим к обзору Redmi K30. По сути, в прошлом году это был самый нашумевший, самый правильный и отличный телефон. В этом году получится так или нет? Давайте посмотрим. Перейдем к характеристикам. Начнем с экрана. Экран здесь 6,67 дюймов. Достаточно большой. Лопатообразный телефон. Full HD Plus разрешение. И это IPS матрица. То есть это первое отличие от прошлого года. В прошлом году был AMOLED. Отличный AMOLED. В этом году IPS. Какого качества еще нужно будет проверить? Здесь 395 PPI. Это очень даже неплохо. Но самое главное большое отличие от экрана с частотой обновления 120 Гц. И в настройках вы можете выставлять либо 60, 90, либо 120 Гц. И это очень круто. Конечно, это очень большая плавность обновления самого экрана. Здесь только одни плюсы, но есть один минус. Большинство приложений эту фишку еще не поддерживает. Что это означает для нас? Это означает, что когда вы будете пользоваться просто телефоном, допустим, встроенной системой MIUI, настройками и всеми остальными делами, то у вас будет обновление 120 Гц. Классно, классно. Сочная, насыщенная картинка. Очень плавная, не раздражающая глаза. Тем более здесь IPS. Нет никакого мерцания. Все круто. Но как только вы будете включать постороннюю программу, не поддерживающую 120 Гц, не адаптированную, то, соответственно, этот эффект будет теряться. Когда будет программа переходить на 120 Гц, непонятно. Но рынок движется вперед. Соответственно, многие производители программ будут переходить на 120 Гц, потому что сейчас популярность набирает именно эта тема. Об экране еще не все. Здесь вторая фишка этого экрана. Это вырезы в экране. По мне, друзья, прям очень плохо. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этому вырезу. По сути, они забрали часть пространства, которое принадлежит экрану и сделали ее под фронтальные камеры. О них мы поговорим еще немного попозже в разделах о камерах. Как вам такие камеры? По мне, лучше было бы выезжающие камеры. Почему так не сделали? Все очень просто. Все наработки уже были. Пожалуйста, сделай себе. И полный экран оставь мне для пользования. Я хочу смотреть киношки. Я хочу играть в игрушки. Чтобы мне не мешала какая-то ерунда сверху. Извините за это выражение, конечно. Но действительно, это прям очень не очень. Здесь отличия 5G от глобальной версии нет. Здесь все, как бы, два телефона будут, по сути, абсолютно одинаковые. Но вот в следующем моменте будут, конечно, уже большие отличия. Это LTE. LTE в глобальной версии 4G будет. Первый, второй, третий, пятый, седьмой, восьмой, двадцатый, двадцатый, двадцатый. Некоторые другие бенды, которые не очень нас интересуют. Но вот в G5 не будет седьмого, двадцатого бенда и, возможно, третьего. Здесь могут быть проблемы. В чем эта проблема может выражаться? В том, что, возможно, 4G у вас не будет поддерживаться на территории вашей страны. Заранее об этом узнать у своих операторов. Если вы захотите приобрести Redmi K30, не Global Version, а именно китайскую версию. Wi-Fi здесь 2,4, 5 Гц. В одном и другом случае. Дальше, по сути, отличий нет. Bluetooth 5.0, GPS тоже отлично будет работать. NFC есть как в той, так и в другой версии. Как бы здесь окей, спасибо. Отличий больших в этом отношении нет. Следующий момент, который, можно сказать, улучшили, это Android 10. Сразу же, с коробочки. Android 10, Андрюша, окей. Это очень хорошо. MIUI 11, соответственно, со всеми нужными обновлениями, со всеми плюшками MIUI, о которых вы, кстати, можете посмотреть. Ссылочка здесь всплывет сверху в описании. И в описании под видео тоже есть, друзья, не забывайте пользоваться там, потому что есть все фишки, скрытые фишки, все остальные фишки MIUI есть в одном видосе. В общем, здесь MIUI 11 со всеми плюшками круто. По цветам была очень интересная презентация, потому что цвета здесь синий переливающийся, или же градиентный, далее розовый градиентный переливающийся и светло-лиловый переливающийся. Вот здесь, друзья, прям очень странно. Если вы житель Челябинска, настоятельно вам советую не покупать телефон в этих цветах. Ну, вы понимаете, да, вас просто не поймут на родине. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео. Если не понравилось, то дизлайк. Колокольчик не забывайте нажимать, репост сделайте. Ну, в общем, друзья, активите как-то на этом канале. Но вот где кроются большие отличия, так это в камерах. Опять же, сверху установлена двухмегапиксельная камера для определения глубины. То есть, зум-камеры здесь нет. И это очень плохо. Почему в предфлагмане нет зум-камеры? Как бы это, друзья, очень даже не окей. Далее идет основная камера на 64 мегапикселя. Это Sony IMX686. Крутой модуль, который ждет, наверное, обновлений. Который ждет хорошие глобальные прошивки для того, чтобы снимать очень круто и хорошо. И мы все-таки надеемся, что Google камера накатит на этот смартфон. Потому что здесь Snapdragon. Здесь не будет особых проблем. Поднакатят, настроят и камера будет просто пушка. Следующая камера это 8 мегапикселей. Широкий угол и макросъемка на 5 мегапикселей. То есть, очень хороший макро-модуль на 5 мегапикселей. Следующая версия 4G. Сверху тоже модуль для глубины на 2 мегапикселя. Тут все так же. 64 мегапикселя. Основная камера Sony IMX686. Здесь как бы все идет так же. Широкий угол на 8 мегапикселей. Отлично. А вот макросъемка на 2 мегапикселя. Здесь это вот самое основное отличие в камерах, друзья. Зачем это сделали? Не очень понятно. И фронтальные камеры здесь 5G 20 мегапикселей. Плюс 2 мегапиксельный модуль для глубины в 4G. Все то же самое. 20 мегапикселей плюс 2 мегапикселя модуль глубины. Следующая это производительность. И здесь нас тоже ждет большая разница. В 5G 765 Snapdragon. Построенный по 7 нанометровому техпроцессору. Видеоускоритель 620 Adreno. Очень мощный. А вот в 4G 730 Snapdragon G версии. Построенный по 8 нанометровому техпроцессору. Видеоускоритель 618 Adreno. Конечно это хороший проц. Друзья, вот прям без проблем. Он катит. Он даже вытягивает все игры. Но почему нам не поставили обновленный процессор сюда. Это как бы очень-очень плохо. Ладно, камера там 2,5 мегапикселей еще не так сильно решает. Но вот здесь, здесь бы надо было нам. 765 и как бы окей, друзья. В Antutu 5G версия вытаскивает 302 тысячи баллов. А 4G 260 тысяч баллов. Прирост в новом процессоре где-то 20%. Это очень-очень существенно. По сути он сейчас на уровне 810 Kirin. Да, друзья, на самом деле это так. На уровне 810 Kirin прошлогоднего. А сам говорю и не верю в свои слова. Вот такой вот 765 Snapdragon получился. А у компании Huawei тоже проц очень даже неплохой. По Minijack. Здесь Minijack есть как в одном, так и в другом случае. Сканер отпечатков есть как в одном, так и в другом случае. И он встроен в боковую панель. То есть в ребро. Сканер не в экране. Потому что вы помните, здесь IPS матрица в отличие от AMOLED. А сюда нельзя встроить сканер отпечатков пальцев и застроение самой матрицы. Единственное, люди отмечают, что если вы левша, то у вас будут проблемы с тем, чтобы нажимать на этот сканер отпечатков пальцев. По поводу IP68 ничего не сказали. Возможно оно есть как в предыдущей версии. Но не выкупили они лицензию. Соответственно они просто не могли об этом объявить. По динамикам здесь один динамик. Батарея на 4500 мАч. Вот здесь вот спасибо большое. Еще 500 мАч накатили сверху. И прям вот по красоте очень хорошо. В 5G версии зарядка будет на 30 Вт. В 4G версии на 27 Вт. Окей, там и там зарядочка хорошая. Но как бы старшей версии немножко получше. Других отличий нет. И еще одно самое большое отличие. Это в ценнике. А вот здесь ситуация выглядит уже следующим образом гораздо веселее. Версия 5G версия 664. И 1599 юаней. Это примерно 14500 рублей. 227 долларов. Обратите внимание, гораздо-гораздо дешевле. Версия 628. 2299 юаней. Это около 20800 рублей. 320 баксов. Младшая версия. Так ее обозначим. 6128 1699 юаней. 15400 рублей. Это 241 доллар. Далее версия 8128 23500 рублей. 370 долларов. 4G 8128 17200 рублей. 270 баксов. Самая мощная и топовая версия. 8256 2899 юаней. 26200 рублей. Это примерно 410 баксов. А в младшей версии такая же 8256 2199 юаней. Это около 19900 рублей. Примерно 312 баксов. Так, друзья, пишите в комментариях, какая версия лучше. По мне, я бы выбрал версию 6128 4G. Это просто мега оптималочка. Вот все в ней хорошо. Все супер. А если говорить о версии 5G, то все-таки, наверное, здесь оптимальный вариант 664. А выводы, друзья, мое самое большое возмущение к тому, что это две разные версии. Зачем это было делать, мне не очень понятно. Выпустите вы версию в 5G. Окей, друзья, пускай это будет 5G в вашем Китае. И нам как бы все равно на это. Для нас нужна версия 4G. Но со всеми теми показателями, которые находятся сейчас в 5G версии. То есть, можно сказать, в старшей версии. А пишите свое мнение в комментариях. Всем хорошего настроения. С вами был я, Эдскрабер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok